Всем привет, я доктор Евгений. Продолжаю тему коррекции прикуса. Сегодня у нас дистальный прикус, то есть когда челюсть вваливается назад. То есть я уже говорил про мезиальный, про этот сразу. Вот он тут в подсказочках. Кликайте второй вкладкой, чтобы не потерять. И дистальный прикус. Поехали! Функциональная коррекция дистального прикуса через мышцы. Вообще возникает по причине чаще всего дисфункции двух мышц. Это медиальная крыловидная мышца, то есть она располагается прямо здесь. На картинке сейчас она выйдет, показываю на себе. То есть если вы нащупаете угол нижней челюсти, то есть это верхняя дуга, это будет нижняя дуга. А здесь прямо такой вот уголок, вы прямо нащупаете его, он у кого-то прям остренький будет. Угол нижней челюсти, вот он еще раз. И если вы прям вот большим пальцем немножко на нижнюю часть угла встанете и загнете крючком палец себе прямо под нижнюю челюсть, вы четко поймете, где находится эта мышца. Она у кого-то будет достаточно болезненной, а у кого-то просто нащупается такой небольшой тяжик. Чтобы понять действительно вы там или нет, вы можете повыдвигать челюсть вперед-назад. И выдвигая вперед, вы почувствуете, как она натягивается. Возможно в каком-то из положений это будет болезненно. Это кстати мышца, также очень часто ее дисфункция вызывает излишние звуки в суставе. Именно щелкивание, похрустывание. Вот оно видео про то, как избавиться от хруста по этой же мышце, только по верхним волокнам. Но мы сегодня разбираем нижнее. Итак, позиция именно челюсти, которая задвинута назад, дистальна. Мы должны включить, активировать именно первую, которая есть мышца. Это медиальное крыловидное. Для того, чтобы она своим тонусом постепенно начала выдвигать челюсть вперед. После коррекции этих мышц, работа ортодонтов-гнотологов по работе с прикусом будет гораздо плавнее и эффективнее. Что делаем? Мы находим этот уголок и вот пальцем, крючком прям заваливаемся вовнутрь. То есть вы как будто по нижней челюсти должны скользить и не толкать куда-то в горло себе, а именно вот на изгиб по ходу дуги самой кости. Вот таким вот образом. При этом не надо закидывать голову назад. Вы можете почувствовать прям болезненное ощущение. Лучше наоборот немного ее наклонить. И таким образом делать массажик. Просто нащупав эту мышцу, делаем небольшие круговые движения. Если вы почувствовали излишнее болевое ощущение, чуть ослабьте давление. И работайте так до уменьшения болевых ощущений. Это одна из сторон. С другой стороны, вы можете также не специфически не искать, укороченная она, либо дезактивирована. Просто промассировать ее в течение 3-5 минут. Находим угол нижней челюсти, проваливаемся вовнутрь и делаем вот такой вот мышечный массажик. Все очень просто. Мы сейчас не разбираем какие-то глубокие причины эмоциональные, сдержанного гнева, невыраженных эмоций, злости. Потому что очень часто именно они так или иначе формируют дисфункции нижнечелюстного сустава и в принципе работы с прикусом. Отработали мышцы с двух сторон. Медиальные, крыловидные. После этого нам надо отработать еще одну пару мышц, которые называются латеральные крыловидные. Сейчас я расскажу два способа коррекции латеральной крыловидной мышцы. Один из них через кожу, а про второй я расскажу, но не буду показывать, потому что тут у меня камера в рот не достанет. Поэтому первый из способов. Нам нужно найти проекцию этой мышцы, именно ее наружней части. Для этого нам нужно сначала найти скуловую дугу. Серега нам в этом поможет. Вот она скуловая дуга. Вот эта вот штука. Скула та самая. И по ней пройтись практически до самого конца. Докуда доходим? До вот этого момента, где имеется мышелок нижней челюсти. Вот этот вот. И мы доходим по скуле до него. Как мы это поймем? Надо пооткрывать рот. Открывая рот, вы будете чувствовать, как вот эта вот косточка, именно мышелок, начинает толкать вам палец. И нам нужно встать прямо перед ним. Перед ним прямо вот сюда. То есть нам интересно вот эта вот ямочка. Вот сюда. То есть мы идем по скуле, пооткрывали рот, поняли, где мышелок. И нам нужно встать не на него, а прямо перед ним. Вот сюда. Вот пальцем таким образом. Вот. И немножко пожимав зубы, вы поймете, что кпереди что-то напрягается. Именно вот здесь. Это жевательная мышца располагается. То есть нам нужно встать кзади от жевательной, ниже от скуловой и кпереди от мышелка. То есть, по сути, вот в эту ямочку. Прямо вот сюда. И поставив палец сюда, найдя эту точку, нужно промассажировать эту зону каким образом? Прямо становитесь под 90 градусов, перпендикулярно вот этой вот зоне. И как будто бы пальцы вдавливаете сюда. Если у вас достаточно длинные ногти, либо крутой дерзкий маникюр, можете использовать костяшку таким образом. Вот так. Либо костяшку первого пальца. Второго. Какого первого? Второго. Вот таким вот образом. Встаем сюда, в эту ямку. И надавливаем сначала просто под 90 градусов. И ощущаем, есть ли какая-либо болезненность. Если есть, то просто массируем до исчезновения боли. Если нет, мы можем использовать систему северо-юг-запад-восток. То есть, чуть-чуть кверху, чуть-чуть кпереди, чуть-чуть книзу, чуть-чуть кзади. Мы определяем эти болезненные точки и массируем именно в том векторе, где вы ощутили болезненность. Когда боль стала меньше, можете немножко поджимать зубы для того, чтобы раскачать эту зону. Делаем то же самое с противоположной стороны. Еще раз. Скуловая дуга. Мышелок. Жевательная мышца. Становимся вот сюда, в эту ямку. По сути, задача как будто нам вон туда провалиться. Вот таким вот образом. Нашли. И массажируем. Это один из способов. Он такой более эстетичный. Есть еще один из способов. Он очень болючий. То есть, нужно одеть перчатку, чтобы она больше скользила. Можете и не одевать. И сделать следующее. Нужно ту же самую зону найти только через щеку. Задача какая? Заходим пальцем под верхнюю губу и скользим по зубам верхней челюсти. И доходим до определенного стопа. То есть, мы скользим пальцем, немного приоткрыв рот, и доходим до стопа. Вот этот стоп мы как раз таки упираемся в латеральную крыловидную мышцу. То есть, это аж вон туда. Приоткрыв рот, это очень болезненная процедура. Поэтому будьте очень аккуратны, деликатны с собой. Можете немножко ее намассажировать. Если вы боитесь это делать, то сам простой способ это транскутанный. То есть, через кожу. В процессе коррекции вы поймете, что какая-то из сторон будет болезненнее. На ней вам нужно больше сокментировать внимание. Кстати, вот здесь мой курс онлайн по коррекции в НЧС. Он адаптирован полностью под каждого из участников. И вы можете понимать, насколько все это сбалансировать можно самостоятельно. То есть, вы самодиагностикой занимаетесь и в то же время самокоррекцией. То есть, пройдите по ссылочке, там очень все подробно. Если будут вопросы, в комментариях пишите. Какая из точек болезненная, вы сами поймете. И отрабатывать ее нужно чуть дольше. От 14 до 21 дня. Здесь и здесь. И после этого сделать определенные движения. То есть, активировать эти мышцы движением. Вперед, назад, вправо, влево. Открыть, закрыть. И это все запустит процесс самокоррекции позиции челюсти. Если вы уже работаете со стоматологом, с ортодонтом, с гнотологом. То это еще быстрее ускорит процесс и поставить позицию челюсти в нужное положение гораздо быстрее. Поэтому, пользуйтесь.